Продолжение следует... Руками водить в воздухе можно учить любого. Важен багаж знаний по всем направлениям, не только музыкальным, но и художественным, литературным. Свой опыт, который ты приобрел жизненный. Важно все это. Потому что, что такое дирижер? Это человек, который транслирует свое понимание этой музыки. Доносит его до тех, кто стоит перед ним. Эти люди обогащают это понимание своим. И пропуская через себя, получается, что произведение, которое это получается. И в итоге дирижер это человек, который должен и заинтересовать, и уметь объяснить, какими средствами того или иного можно достичь. Родился я в семье музыкантов, дежурных хоровиков. Папа майоров Константин Владимирович. Он в свое время окончил хоровое училище имени Свешникова. Мама тоже имеет музыкальное образование. И она была заведующей музыкальной студией. Поэтому все мое детство, оно, в общем-то, связано с музыкой. Потому что хоровое училище, надо понимать, что это с первого класса и сольфеджио три раза в неделю, и фортепиано два раза. И хор каждый день по утрам. Сначала это малый хор, первый-второй класс, совсем когда маленькие ребята приходят. Потом уже с третьего класса это большой такой сводный хор мальчиков и юношей хорового училища. В общем, все прошло, я опять же повторюсь, в хоровом деле. Перед глазами всегда мелькали музыканты и дирижеры, что, наверное, главное. Первой величины, да, то есть большие профессионалы. И нам, мне удалось, и нам просто с ребятами, которые вот учились, удалось поработать с очень, ну, действительно, большими музыкантами. И все это, конечно, влияло на, то есть помимо теории, которая получалась вот в рамках обучения, получалось еще и увидеть это на практике. Хоровое училище, оно дает такое образование, при котором ты можешь, в общем-то, выбрать в рамках, наверное, музыкальных профессий. Ну, ты можешь выбрать, ты можешь стать сольным певцом, ты можешь стать дирижером, ты можешь стать звукорежиссером. И много, да, много-много этих профессий, связанных с музыкой. Что конкретно я стану дирижером, я, я не знаю, наверное, не представлял себе до какого-то определенного времени. Но меня обстоятельства вынуждали, да, выходить к хору. То есть у нас в девятом классе, и по сей день это есть, ребята выходят к юношескому хору. То есть вот первые, первые пробы пера, они начинаются вот уже с девятого класса. Хор — это живой организм, и состоящий из живых людей. Что касается вот дирижерской профессии, так скажем, то, наверное, трудности, они возникают, наверное, чисто такие, ну, наверное, профессиональные, да, то есть какие-то технические. Когда нужно вот этот вот организм, чтобы он работал в одном направлении, как бы и технически был оснащен, и эмоционально. Главная трудность регенства — это каждое богослужение пытаться провести, как будто оно вот с тем же трепетом и с тем же отношением, как будто оно первое в твоей жизни. Еще одной трудностью, конечно, да, надо понимать, что хор — это не первый, не должен за собой тянуть хор, да, все-таки богослужение, оно проходит в алтаре. А в нашей ситуации, да, мы вообще стоим как бы немножечко отдаленно, мы стоим на балконе. Надо понимать, что все равно таинство, все происходит в алтаре. И хор — это, наверное, вспомогательный инструмент, который позволяет молящимся, да, где-то больше как бы расслабиться в том плане, что позабыть все, что вокруг. Да, вот каждый же проживает свой день, свою жизнь, и у каждого свои обстоятельства, и жизненные, и рабочие, и какие угодно. Но важно, чтобы люди, приходя в храм, забывали обо всем, и чтобы сердце было открыто абсолютно к молитве, к Богу. И большая заслуга в этом должна быть, конечно, хора, потому что хор как бы исполняет множество, да, и текстов, и произведений, которые вот композиторами были написаны. И важно также вот не переходить вот эту грань, когда богослужение превращается, так скажем, ну вот в концертное исполнение. Абсолютно хор должен вот четко подстраиваться под тот процесс, который происходит, да, то есть выглядывать, да, чувствовать спиной иногда, так тоже бывает. Вот, поэтому, наверное, трудности вот такие. Нравится, когда вот эти трудности удается преодолевать. И, например, после какой-то из служб, когда ты понимаешь, что по-хорошему сам был, как бы, отстранен от, как бы, всего того, что за пределами храма, да, и мозг был абсолютно, да, как бы расслаблен, настроен, ничем не отягощался, вот это, это непередаваемое ощущение. И это, ну, это, конечно, бывает, наверное, не каждую службу, да, не наверное, да, так или иначе, чтобы все сошлось, чтобы, как говорится, и технически, да, все получилось. Смотри, я сейчас сознательно не говорил, как бы, про техническую сторону, что это такое, ну, там, ансамбль, да, внутри партии ансамбль, чтобы никто не выделялся, чтобы это получалось монолитно, да, чтобы все было вовремя, чтобы люди понимали, где они поют, что они поют и о чем они поют, да, то есть даже если вот, когда вот это все идеально, и это еще совпадает вот с этим, с этим состоянием, да, на богослужении, и когда удается вот в едином порыве вот так восхвалять, служить Богу, да, восхвалять Его, то вот это нравится. Вот в Богоевелевском кафедральном соборе мне довелось трудиться с 2017 года, с марта 2017 года, и вот за это время хор помолодел, могу так сказать, что очень много ребят, можно даже сказать, юных, ребята, которые неравнодушны к храму, к церкви, к богослужениям, к таинствам, понятно, что, как бы, приходят они как на работу, но вот они участвуют в этих богослужениях, в этих таинствах всем, ну, всем своим нутром, наверное, да, конечно, может быть, отвлекаясь на какие-то мелочи, но все равно в целом они неравнодушны к этому. Это, так скажем, помогает очень мне, когда, опять же, вот, возвращаясь к этим трудностям или успехам, так скажем, да, регентского дела, потому что, конечно, регент один не сделает ничего, так же, как дирижер, без оркестра или без хора, это просто человек, водящий руками в воздухе. Поют все равно певцы, да, артисты, и, в общем, от них многое зависит, от них, какие они, какое отношение их к этому делу. Во многом поэтому и нам удается и, в общем-то, за пределы богослужения выходить, то есть участвовать в какой-то концертной жизни, культурной, да, представлять, в общем-то, собор как творческую, да, единицу, которая не ударит грязь лицом. И во многом я, опять же, да, повторюсь это благодаря тем ребятам, которые работают сейчас вот в составе хора. Я, кстати, вот, став регентом, я, это очень бывает редко, но я очень люблю, ну, наверное, когда там более-менее отпуск, да, или когда уезжаешь куда-то на те же гастроли, просто зайти в храм, где-то сзади постоять, вот, неважно, какая служба идет, неважно, как хор поет, сколько человек поет, то есть вот именно не переживать, участвовать в процессе, а вот именно насладиться самим богослужением в тишине, вот, внутри себя в тишине, абсолютно, как бы, да, не шелохнувшись, вот, ища какой-то вот внутренний баланс, вот, как-то вот храм со мной, он через всю жизнь проходит, и он, знаете, как пример такой приведу, когда-то мы в классе в шестом, наверное, мы ездили на гастроли, и достаточно длительные гастроли, и такая же ситуация потом сложилась и в более взрослом возрасте, я бы так сказал. Ездили где-то на месяц, я вот тогда начал понимать, что мне тоскливо без храма, в более взрослом возрасте, когда мы тоже так же уехали, ну, там действительно месяц мы ездили, давали концерты, и вот в определенный момент я понял, что мне просто категорически необходимо попасть в храм, вот, даже, ну, на богослужение это было бы совсем хорошо, просто попасть вот в атмосферу, вот, вот эту молитвенную, да, намоленную людьми, и я испытал невероятное чувство, знаете, как удовлетворения и защищенности, когда я попал в храм, то есть вот когда меня долго-долго-долго не было, и я наконец-то попал. И вот за эту неразрывную связь, да, я вот опять же, да, я очень благодарен родителям, потому что мне не пришлось искать, у меня это как, ну, вот, как данность в моем понимании, то есть это как бы так же обязательно и естественно, как покушать, да, там, или поспать, вот, у меня также, естественно, потребность быть в храме, и это меня очень сильно подпитывает, подзаряжает и внутренне успокаивает. Счастливо меня делает здоровье близких мне людей, когда они себя чувствуют хорошо, и все у них в порядке. Счастливо меня делает мое нахождение в церкви, вот, это спокойствие, вот, это мир, чувство защищенности, чувство уверенности, которое вот у меня, оно прям, ну, зависит от моего нахождения в храме. И творчество. Вот эти, наверное, три пункта, они делают меня счастливым по-настоящему.